Девушки отдыхают Я отвечаю за вооружение и подготовку солдат к боям И я не справился Мой младший брат Орис, его отряд отправили на разведку к башне на севере Они должны были уже вернуться Блюститель отказался отправлять людей на поиски Если я его ослушаюсь, меня могут уволить Думаешь, они еще живы? Орис с ума сходил по Сан-Франциско с самого раннего детства Он был так рад, что попал в экспедицию Я просто отказываюсь верить, что здесь его ждала смерть Поможешь? И я поделюсь любым оружием из запасов Буду на севере, поищу твоего брата Спасибо Кстати, мой брат носил с собой реликвию легенд Может, твой визор сможет ее засечь? Реликвию? Небольшой металлический кулон на цепочке С голограммой Сан-Франциско Брат хотел, чтобы город всегда был с ним Искатели предположили, что это был какой-то маячок Зовущий легенд посетить город Предположили? Они не смогли считать все данные? Они сочли их утерянными Если мой брат Погиб Принеси мне его реликвию Орис так любил ее Я хотел бы ее Сохранить Конечно Это башня, которую изыминал Джон. И в ней полно свитокров. Это не пешит. Там, на пляже. Разведчик Квен. Подберусь поближе. Может, у него реликвия, о которой говорил Джон. Реликвии нет. Это не брат Джона. Надо поискать вокруг. Может, найду кого-нибудь ещё? Снова, снял. Надо поспать следить, что это Джона. Но сперва разберусь в стене машин. Убийца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Реликвии нет. Видимо, нет и Ориса среди них. Но ведь он мог уронить её, когда они отбивались от машины. Может, Визор подскажет. Ничего. Попробую поискать с помощью Визора следы. Вот. Может, Орис сбежал от машины? Посмотрю, куда ведёт след. Попробую поискать. Машина. Похоже, она гналась за ним, но Орис отбился. Похоже, он забежал в башню. Наверное, сейчас он пытался отсюда. Следы кончаются. Наверное, он забрался наверх. Продолжение следует. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стрелять нечем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok В башне было гнездо Светокрылов Он хотел спрятаться там, но... Когда я нашла его, то... Нашла это Орис... Я просмотрела данные... Я получил запасы оружия к твоим услугам Если принесёшь нужные ресурсы, я смогу изготовить любой образец И ещё Попробуй-ка вот это Отличное оружие Понравится? Изготовлю больше Спасибо Спасибо Сочувствую твоей утрате Да, я знаю Спасибо Спасибо Мне уже страшно за твоих врагов, легенда Субтитры сделал DimaTorzok Следи за языком Твоих вчерашних слов не услышал Я ничего такого не... Обещаю Мы попадём домой Харри Нам нигде не раздобыть гирокомпас Мы застряли Навечно Живая легенда Да, познаем мы истину Просто... Элой Вы говорили, что не вернётесь домой? Корабли-навигаторы? Их нет Все разбились в бурю Арифы А вместе с ними прибор, что проложил бы нам путь через океан Есть корабль, на котором мог остаться рабочий гирокомпас Но его выбросило на сушу, на остров, окружённый опасными течениями Без компаса никак Не вернуться к тем, кого и оставлять-то не надо было Кристи У вас остались близкие дома? Моя жена, Меандра Она работает в Великой Дельте Когда меня назначили в плавании, она умоляла остаться Боялась, что я не вернусь И, как всегда, была права Я уплыла, не попрощавшись И теперь никогда Не увижу её Так значит, вы солдаты? Мы навигаторы Я Харриэм, а это Кристия Значит, вы знаете, как пользоваться... Гирокомпасом Только я его понимаю, искатели научили А Харриэм запоминает найденные в наследии карты Значит, вы можете проложить путь лишь вдвоём? Таков обычай, Квен Чем больше знаний доверено одному человеку Тем выше риск, что пленившие его враги Используют их против Империи Ваше племя очень... Осторожное И что это за гирокомпас, который вам нужен? Это устройство-легенд Для определения местоположения корабля Для этого нужно сопоставить его показания с картой И откуда у вас такие штуки? Пожалуй, тебе можно рассказать, раз уж ты носишь дар-легенд Искатели нашли их на древних судах в наших землях И переделали, чтобы поставить на наши корабли Без них мы потеряемся в океане Вы говорили про прибор на корабле? Да На котором мы плыли В ночь прибытия в причал Шквал налетел на флот Часть кораблей сумела пришвартоваться Но наш сел на мель Экипаж покинул корабль Надеясь на милость океана Я думала, мы утонем Но, к счастью, нас выбросило на пляж к юго-западу отсюда Разведчики нашли нас и привели в причал Только все напрасно Путь к единственному кораблю с гирокомпасом Преграждают смертоносные течения Может, я помогу? Если умеешь летать Не умею Если найду решение, я вернусь Она возрожденная легенда Может, и правда поможет? Я не могу позволить себе надеяться, но... Спасибо за доброту Все в порядке Все в порядке Благодаря Благодаря Но сперва вернусь в лагерь Это было грубо Моё предложение насчет оружия Все еще в силе Ты посмотри Спасибо за просмотр! И горж sounds Подпишись! Я у 이� Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают Ну, иногда это даже хорошо Да, конечно Надеюсь, тебя никто не обижает? О, нет, конечно Все очень доброжелательны ко мне И все постоянно делятся друг с другом знаниями, которые дают визоры Это так здорово Да, у нас искатели могут делиться данными только с разрешения блюстителей Как все строго Даже слишком Да, так оно и есть Ты уже пообщалась с Зо? Да, немного Но я недавно слышала, как они с Варлом пели Они меня не заметили Зо была такой... Свободной в тот момент Как будто все ее чувства парили в той песне И от этого она казалась счастливой А я показалась себе такой скучной, нервной Попроси Зо рассказать тебе об этом О музыке Утару Ладно Похоже, все готовы вступить в бой с врагом И катала больше всех На месте Регалы я бы сторонилась его на поле боя У Регалы все еще есть ее машины Думаю, ты с ними справишься Таков мой план Какие у вас новости? Катала показал мне чертеж новой руки Я помню, что читала в Наследие о таких Но никогда не думала, что увижу вживую Такие технологии — это настоящее сокровище Можно помочь стольким раненым солдатам и рабочим Но наша императорская семья Нашла бы им совсем другое применение Личное Старея заменяли бы части тела Как зениты Именно Ты обещала объяснить, что произошло там в Филах Я слушаю Да Начну, пожалуй, с директора Он императорских кровей Племянник императора А потому он отправил искателей на поиски частей наследия, полезных для племени И для него Его интересовало все, что связано с Тедом Фарро Которого мы считаем величайшим из легенд Тед Фарро — величайшая легенда Звучит дико Теперь я это понимаю Так вот, искатели обнаружили, что Фарро проводил много времени в Сан-Франциско Как и большинство самых влиятельных легенд Поэтому племянник убедил императора отправить экспедицию за океан, чтобы отыскать решение наших проблем Если бы тайны великого города открылись перед нами, то мы, возможно, сумели бы укротить бурь и наводнения грозящие племени Император приказал пустить все ресурсы на снаряжение этого похода Построили дюжины кораблей Отправили лучших разведчиков Племянник императора стал директором, направляющим наследие во благо империи Живым воплощением Теда Фарро Возродителя Сейчас это звучит странно, но... Тогда мы все надеялись лишь на него Верили, что он спасет нас всех Мы не подозревали, что путь сюда будет таким опасным В Оранжерее, ты говорила, у вашего племени есть запретные знания Задача искателей – находить истину в наследии Многие обеспечивают нас в надежде, что мы найдем что-то полезное И этим они сумеют снискать милость императора Но совет блюстителей считает, что часть знаний Вредна для процветания империи Например, что один из легенд устроил конец света Поэтому искателям дают доступ лишь к некоторым частям наследия Все целиком только для блюстителей Это сделано для того, чтобы любые спорные данные не стали известны простым людям А что будет, если нарушить правила? Я боялась даже спросить Ты сказала, что экспедиция оказалась намного опаснее, чем вы думали Что произошло? Штормы разбили много наших кораблей Солдаты гибли от голода и болезней А на берегу ждали новые опасности Хищные машины сразу набросились на наших разведчиков И мы с трудом находили пропитание Но были, конечно, и приятные моменты Мы нашли фивы и оранжерею Но директор был все мрачнее, ведь его мечты о спасении племени рушились Его все больше манили фивы и то, что лежит за их запертыми дверями А почетный титул директора стал для него чем-то намного больше Ты его слышала? Вся эта чепуха про сущность Фаро и какое-то перерождение Мы понимали, что он теряет рассудок Но он приказал казнить каждого, кто посмел в нем усомниться Чудесный парень Все Квен неверно трактуют очень многие части наследия Теперь я это знаю Но перерождение директора в корне противоречило всем принципам искателей Поиску истины Печально, что ты столкнулась с его безумием Я рада, что все кончено Для всех Этот ваш блюститель бохой Он будет руководить лучше? Он не станет казнить всех направо и налево, уже хорошо Но непогрешимым его не назовешь Не сосчитать, сколько раз он присваивал себе мои важные находки в наследии Лучшее, что можно сказать о нем, он всегда верен себе Никогда не упустит выгоды Да, похоже, так и есть Легенды Так ваш народ зовет Притечь? Не совсем Легенды были величайшими из Притечь Их наследие дало нам знания об агрономии, медицине, военном деле, управлении, науке и искусствах Директор звал Элизабет Собок помощницей Это еще почему? Да, но помощниками мы зовем всех Притечь, сделавших что-то незначительное, но полезное Или когда-либо работавших на легенд Мы так думали о Собок, пока не узнали тебя Ограниченный доступ к данным после 2045 года, очевидно, исказил для нас все прошлое Ты сказала, что приплыла сюда, чтобы помочь своей семье Своей сестре Ее зовут Элика Мы из обычной семьи Просто крестьяне Родители так гордились, когда я стала искателем Это было честью для семьи и увеличило их пайки И только Элика умоляла меня не уходить в Академию Знаний Почему? Что там не так? Элика знала, что искателям не позволено видеться с людьми из племени Даже с семьей Лишь только по особому разрешению и то в сопровождении Блюстителя Это жестоко У нас очень мало визоров, а потому мало и искателей, и Империя Боится, что кто-то попытается украсть наши знания Последний раз мне позволили увидеться с родными перед путешествием Моя должность и положение позволили укрыть их от наводнений в столице Но если на поляне вернется урожай, они умрут от голода, как и все остальные Обещаю, я сделаю все, чтобы этого не случилось Ты посмотрела те данные по Левиафану? Тут еще много надо изучить, но я уверена, что смогу разобраться, как укоротить паводки И мне предстоит вновь обдумать все, что мы узнали о легендах Блюстители внушают нам, что они были непогрешимыми Но Фаро точно таким не был Из жадности он создал машины, пожравшие мир Он уничтожил знания предтечь, чтобы никто не узнал о его ошибках Так что, когда мы узнали, что Айлин помогла скрыть сотни смертей, я начала думать, что они все такие Эгоисты, бессердечные, жестокие Но выяснилось, что все сложнее Истина не прямая черта на новеньком свитке А полустертые брызги, пятна на грязном пергаменте Я бы очень хотела, чтобы все Квен смогли это понять Чтобы никто не извращал правду ради своей выгоды Сомневаюсь, что Бохай на это пойдет Ни он, ни другие блюстители из Совета Как сказала Айлин, проще поверить, что ложь — это правда Но я должна бороться Пусть хоть одна искательница будет знать всю правду Благодаря тебе, Элой Мне пора идти Да направят тебя легенды Ты же собиралась на войну с Тенакт? Решила сперва тебя повидать За меня не волнуйся Я прихожу в себя, как и все остальные Можешь на меня рассчитывать Я и не сомневалась А, хорошо Рад, что ты вернулась Я тоже Выглядишь уставшим Ха! А промолчать ты не можешь Просто проверял, все ли у меня готово для этого похода Не хотел бы никого подвезти Ты справишься, Эрэнд Знаю, ты не любишь ждать Но придется тут еще поторчать Делай, что считаешь нужным Но ты в порядке? Мы не только Варла потеряли Бета у них Я чуть ума не лишился Когда узнал, что мою сестру похитил Дервал Я верну Бету Остальное не важно Согласен Как Справляют сезон? Горюет, как любой потерявший любимого человека Но она держится Лучше, чем держался бы я И не дает нам раскиснуть Ты уже пообщался с Альвой? Оттащить ее от архивов Сложнее, чем озерам от хорошего Эля Она сразу же освоила новый визор Я даже чуток завидую Но понимаю, почему вы поладили Нашел, с кем пить Эль, что ты притащил? Зо его на дых не переносит Предлагала Альве Но она просто не знает, что такое отдых А как же катала? Да, этот вояка выпить не промах Полбочонка мы с ним уговорили И поболтали Неплохо Что у тебя с плечом? Болит чуток Ну, не чуток Что ты сделал? Боролся Скатала на руках Да, это не самая лучшая из идей Просто мне стало любопытно На что способна эта его новая рука Оказалось, на многое Мне пора идти Если не поспешишь Катала попытается в одиночку Разбить армию Регала И сделай одолжение Не пропадай так больше, ладно? Я постараюсь Спасибо за просмотр! Ты... Меня спасла Тильда Она единственная из зенитов Общалась с Бетой А она объяснила, почему? Она знала Элизабет Собак Похоже, для нее это был такой способ Почтить ее память Она много рассказывала О планах Сайленса И о других зенитах Но ты все еще ей не веришь В наших краях Обычно чем ценнее знание Тем тяжелее твоя ноша Лучше будь с ней осторожна Аллои Пора вернуться к делам Конечно 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Без геи Тут стало так Пусто Ну огромное спасибо за просмотр подписываемся ставим лайки обсуждаем до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok